Кто-то внутри тебя хочет, да, как минимум попробовать, как это, ну, что это за эмоции, а кто-то тебя отговаривает это сделать. Я всю жизнь был убежден, прям максимально твердо убежден в том, что на мотоцикле ездить это полное безумие, это вот, как говорится там, как называют мотоциклистов, хрустики, временные жители, да, вот это вот понятие такое. Я придерживался этого мнения всю свою сознательную жизнь, я твердо знал, я твердо был убежден в том, что я никогда в жизни не сяду ни при каких обстоятельствах за руль мотоцикла, да, вообще не подойду, не прикоснусь, пускай это не мое. Вот находясь здесь, да, в Таиланде, я приехал сюда, это убеждение приехало со мной. Я возьму такси, я лучше останусь дома, я лучше пойду пешком, но никогда, никогда в жизни, ни в Таиланде, нигде я не сяду ни за какой байк, ни за какой мотоцикл и никуда не поеду. Но узнав, как работает сознание и подсознание, я подумал, а не обманываю, вдруг это все-таки обман, но я же не пробовал, я же не попробовал на себе, я не испытал эти ощущения, не испытал эти эмоции. То есть, получается, я сделал вывод о езде на мотобайке, да, исходя из каких-то вот случаев, да, которые я выбрал эти случаи. То есть, я не выбрал противоположные случаи, да, какие-то там классные там эмоции, там, да, какие-то соревнования, какие-то путешествия, да, я не их выбрал, а я выбрал, принял решение думать, что это очень плохо и очень опасно. И вот, зная теперь, как работает устроено подсознание, я решил попробовать, что это такое, да, то есть, ну, нужно же сравнить, чтобы понять, твое это или нет, нужно для начала хотя бы сравнение. Вот есть езда на мотоцикле опасная, а есть не опасная же. Люди же ездят, они же не все погибают, да, за рулем мотоцикла. В общем, находясь здесь, в Таиланде, я решил преодолеть этот страх. Так, я сел за руль байка. В первое время меня жутко трясло, я не мог вписаться ни в один поворот. Я бросал его, я не подходил к нему, несколько дней не мог подойти, я понимал, что у меня не получается, у меня шло жесткое сопротивление, я прокручивал постоянно вот эту картинку, да, как я могу разбиться, да, как это может все плохо закончиться, как я выезжаю на трассу. То есть я подтверждал свои убеждения своими же новыми убеждениями, подтверждал для того, чтобы не делать этого. Ты когда начинаешь отслеживать, да, вот эти мысли в голове, ты чувствуешь, ты разговариваешь там внутри с кем-то. То есть кто-то внутри тебя хочет, да, как минимум попробовать, как это, ну, что это за эмоции, а кто-то тебя отговаривает это сделать, приводя какие-то новые примеры, новые какие-то идеи, вырисовывая тебе картинки, как ты выезжаешь, попадаешь в аварию. Плюс я еще тут находясь, я видел там буквально первый месяц, когда я был здесь, я видел две аварии, причем такие конкретные там с кровью и со всеми делами. Вот, я думаю, так, все, это точно знак, мне точно за никакой байк я нахрен не сяду. Как сразиться, как победить, да, как выиграть вот это состояние, как хотя бы узнать, что это, да, вот эта вот езда на мотоцикле, что ты получаешь, какие эмоции ты испытываешь, они же есть, люди же, блин, ну, подсаживаются на это, да. И я сел за руль, я поехал. И, друзья, я хочу вам сказать, что на сегодняшний день я настолько влюбился вот в эти ощущения, когда ты едешь за рулем байка, это очень сильно отличается от езды на автомобиле. Вот это вот чувство свободы, да, это вот этот ветер, который раздувает тебе лицо, и ты, 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 ты еще, когда едешь, да, на этом мотоцикле, вот это ты, когда с ним находишься в одном целом, да, то есть ты управляешь мотоциклом не только там руками, руль крутишь, да, ты взаимодействуешь с ним, всем телом, то есть байк – это продолжение твоего тела, и как ты управляешь своим телом, так же откликается на это мотоцикл, да, и ты вот входишь в повороты, и я проходил эту школу, я не понимал сначала, как это делать, я не мог вписываться в эти повороты, мне было невероятно сложно, я тормозил там, проезжал по 2 км в час, испытывал вот эти какие-то неловкие ситуации на поворотах, мимо меня проезжали, ну, и дети, и взрослые, и по 3 человека на этих мотоциклах ездят, а я ехал, ну, вот чайник, да, ну, почему же я-то, почему они могут, а я нет, и в конце концов я научился, вот это я соединил свое тело, да, ну, во-первых, все это сначала идет из головы, да, потом это проходит сквозь тело, через тело твое, да, и соединяется вместе с этим мотоциклом, ты становишься одним целым, и ты управляешь, ты понимаешь, что под тобой у тебя между ногами мощный мотор, который может тебя отнести куда угодно, да, без препятствий, без пробок, да, вот это чувство какого-то, конечно, ты едешь по земле, но есть легкое чувство такое, ощущение такого полета, и прошло какое-то время, и сейчас я, вы не поверите, я просыпаюсь рано утром, я сажусь на байк, я еду, занимаюсь на, занимаюсь спортом на спортплощадке, да, я еду на пляж, я возвращаюсь домой, и раньше я возвращался домой, оставался дома, но теперь я не могу находиться дома, я понимаю, что под окном стоит мотоцикл, он тебя провоцирует, я, конечно же, я делаю все дела, поскорее пытаюсь их все закончить, чтобы побыстрее опять соединиться с байком, открывать новые территории, то есть, ну, какое-то, это вот расширение каких-то границ, и я испытываю дикий восторг, потому что я понимаю, что вот от меня скрывалось вот это, да, то есть не то, что скрывалось, я сам от себя это скрывал, благодаря своим вот этим убеждениям, своим каким-то программам, которые были установлены, я взял просто это и убрал. Я понимаю, что без байка я бы не открыл бы для себя Таиланд таким, какой он есть, я его исследовал вдоль и поперек, и я понимаю, что если вот то убеждение, с которым я приехал сюда, осталось бы со мной, я бы не узнал бы Таиланд, я не открыл бы для себя вот эти ощущения, да, я не познал бы вот этот вот кайф, вот этого передвижения, вот этого чувства полета, какой-то свободы. Вот делайте выводы, да, как вообще наши убеждения нами управляют. Наше убеждение может оставить тебя дома, заставить сидеть на одном месте, парализовать, заставить тебя не двигаться и не показывать тебе вообще мир, какой он в действительности может быть. Поэтому это вот я беру вот убеждения, да, только вот с мотоциклами, а так, представляете, сколько всяких убеждений вообще мы имеем в своей голове? Очень много. Нужно с ними работать, нужно расширять свои границы, да, нужно расширять свое сознание и вообще изучать этот мир, потому что это безграничное какое-то пространство, в котором постоянно что-то происходит, с которым мы сами себе и запрещаем взаимодействовать.